Для того, чтобы выделиться среди большого количества журналистов, многие младые корреспонденты стараются творчески подать новость. Но иногда они перегибают палку. Как я сейчас. Сегодня мы вам покажем, как не стоит подавать новость. Мы в ответе за тех, кого приручили. Что чувствуют коты и кошки, когда их выкидывают на улицу, для того, чтобы их хозяева могли спокойно отдохнуть в Турции. Почувствовать это на своей шкуре попробовал Журобоев Максим. Куда идти работать, если выгнали из театра? Об этом поговорим в сегодняшнем выпуске. Часто ли вы задумывались о том, что занятия спортом мешают учебе? Сегодня мы поговорим о том, как же научиться все успевать. Гравитация. Иногда она нам помогает удержаться на Земле, не давая улететь в космос. Но иногда она мешает нам докушать шаурму. А как часто вы сталкиваетесь с гравитацией? Мы узнаем в репортаже Ивана Сандр-Балакова. Как часто мы не замечаем возможности, которые находятся прямо на расстоянии вытянутой руки. Сегодня поговорим о легких типах заработка, которые практически не повлияют на вашу репутацию. Размер микро, эффект макро. Что будет, если не возвращать микрозаймы вовремя? Да что вы делаете? Я тут сижу. Фас, слушай, ты да, ничтожесть. Все, что ты делаешь. Ты сидишь здесь и играешь чужую музыку. Еще иду в дарму. Художника обидеть может каждый. Многие воспринимают эту фразу как призыв к действию. И поэтому сегодня мы поговорим о средствах самозащиты, которые можно спрятать в укулеле. Быстрый зум. Легкий способ нагнать интригу без весомого повода. А что вы смотрите? У меня даже новости никакой нет. Колени. Кто они? Наши гибкие партнеры или продукт сговора производителя одежды, помогающий быстрее изнашивать треники. Об этом сегодня в нашем репортаже. Невидимость. Миф или реальность? Сенсационное изобретение российских ученых позволяет сказать однозначное «да». А поподробнее в следующем сюжете. А там видно, что я как будто бы невидимая была. Покупать всегда без сдачи, помнить дни рождения одногруппников, а также говорить синхронно с другим человеком. Об этих и других неочевидных навыках сегодня расскажу я, Политов Илья. В преддверии 8 марта какая девушка не хочет получить желанный букет? Конечно, что может лучше обескуражить девушку, чем розу в руках? О том, где приобрести шипастую красавицу, вам расскажет Ланда Шалтенбаева. О том, как идеально закончить ролик, вам расскажет КВН-овская отбивка и неоправданно позитивная фраза в конце. Субтитры сделал DimaTorzok